Как сделать тару для хранения в эко-стиле и своими руками? Об этом рассказали жителям Химок на мастер-классе в рамках проекта «Химке интересно жить». Провела встречу специалист по декоративно-прикладному искусству. Елена Умрихина посвятила много времени изучению самых разных материалов и техник. Ее конек – создание берестяных изделий. Но в этот раз она показала, как сделать корзинку из джута. Это натурально-текстильное волокно, недорогое и прочное, отлично подходит для создания емкости для хранения. Основной инструмент для работы – клеевой пистолет. Елена объяснила принципы его работы, а также меры безопасности. Нажатием курка мы выдавливаем клей. Носик очень горячий, пожалуйста. Ни в коем случае не касайтесь его пальчиками, вы обожжетесь. Второй этап. Когда вы выдавили клей, он тоже очень горячий. Пожалуйста, сразу не хватайте клей. Чуть-чуть дайте подстыть, и тогда вы можете что-то скорректировать. Сначала клей наносят на кончик веревки, затем скручивают из нее улитку, которая станет основой корзинки. Промежутки также скрепляются. Работа кропотливая и неспешная, ведь необходимо дождаться, пока клей просохнет. Участники терпеливо осваивали новую технику. На мастер-классе собрались люди, которые в рамках проекта уже научились множеству способов создавать декоративные украшения своими руками. Не в первый раз пришла и Светлана Нечапаренко. В ее копилке умения лоскутное шитье и создание плетеных футляров для бутылок. Я с удовольствием посоветую всем своим родным и знакомым, как можно с пользой и приятно провести время. Мастер-классы в Химках проходят каждый день. Проект появился благодаря просьбам жителей и поддержке администрации. Количество встреч уже превысило полторы тысячи. О ближайших мастер-классах можно узнать из газеты «Химкинские новости». В середине газеты есть специальная вкладка, которая называется «Афиша». И на этой афише указаны все мероприятия, которые проходят в городском округе Химки. Больше информации в соцсетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте.